Так, ну чё, начнём. Это, она называется как-то Rambuca Jazz. Это такая аудиотабуретка. У неё вот здесь sub снизу. Вот здесь несколько динамиков. Я её купил, потому что она была по скидке. Вообще недорого стоила. Она на сколько-то там, короче, много ватт. И что самое интересное, у неё есть оптический вход, потому что с телевизора получить звук можно по Bluetooth, но он тормозит. Или без тормозов только по оптическому входу. Мне показалось, что даже если это звучит не очень, то с учётом возможности играть с оптики, получится вполне себе нормальное такое временное решение. А как оказалось, оно играет абсолютно нормально. У устройства есть вот такой пульт. То есть я пользуюсь здесь кнопочкой AUX, для того чтобы слушать мой мультирум-комплект. И нажимаю кнопочку оптика, если хочу послушать звук с телевизора. А на телевизоре обычно, ну там, кинопоиск или YouTube. И прикол в том, что она звучит абсолютно нормально. Фильмы смотреть просто зашибись. Питается она от Алисы через вот такой кабель AUX. 15-метровый за 300 рублей. Который идёт по всей квартире. И переходим мы с вами в холл. Холл убит моим котом. Потому что коту нравится отсюда прыгать вот сюда, и потом она залезает вот сюда. Ну не важно. Тут у нас Ediffer 1280 за 5 или 6 тысяч рублей. Которые звучат абсолютно нормально. Может быть не все низкие частоты играют. Но это не принципиально в большинстве треков. У нас есть старая Алиса. А чёрт и так сработала. В которую воткнут вот такой переходник за 100 рублей. Как вы видите, он на 4 AUX. Ну сейчас подключены 3. Ediffer у нас озвучивает вот это помещение, да. И самое интересное, это моё недавнее изобретение. Второй Ediffer просто висит в ванной. И это офигенно. То есть ты моешься, и у тебя звук вообще реально крутой. Идём дальше. На кухне опять же с помощью 15-метрового AUX. Прижилась Harman Cardone Aura. Она выдаёт достаточно низкий звук. И на кухне ну так нормально качает. Вот вся вот эта система приводит к тому, что где бы я не находился в квартире. Я всегда слышу один и тот же трек. А особенно крутой звук получается, если ты переходишь из одной комнаты в другую. Потому что создаётся такой интересный эффект, что звук следует за тобой. Ну и плюс, конечно, очень здорово мыться или сидеть в туалете, когда у тебя играет музыка. Всё это абсолютно нормально управляется из любой точки квартиры, несмотря на то, что здесь есть какое-то расстояние. Вы видите, да? Это вот эта стандартная планировка, где типа кухня и комната объединены одним большим балконом и котом. Откуда я не позвал бы Алису? Алиса? Ну вот видите, она включается из любой точки квартиры. Очень удобно. Вот такое у меня недорогое и классное решение по звуку. То есть вот эту рамбуку я точно могу рекомендовать. И диффер нормально играют. Не хватает им чуть-чуть прямо самого низкого баса. Аура играет низкий бас, но мне кажется, что ей недостаточно чистоты звука. Но тем не менее она очень круто выглядит с учётом её цены. Тоже по скидке брал что-то типа за 15 или может быть даже меньше. И я не хотел ещё одну колонку там какую-нибудь двойную, а она такая ну и симпатичная и звучит в принципе неплохо. Я бы сейчас, наверное, даже не стремился что-то из компонентов менять. Мне сейчас всё нравится. А это, знаете, мне кажется, очень большое достижение. Когда ты успокоился и у тебя нет желания что-то улучшать и на что-то опять тратить бабки. Расскажите, если у вас есть мультирум, как он устроен. Мне это очень интересно, потому что в новой хате мне нужно будет тоже всё это дело продумать.